6 лет игрового опыта и 4 часа тренировок в день. Барнаульская команда по игре в онлайн-шутер Counter-Strike M52 постоянно оттачивает мастерство для участия в новых соревнованиях. При этом киберспортсмены стараются максимально громко заявить о себе, руководствуясь главным принципом – кто быстрее и лучше думает, тот и выигрывает. Собираемся, играем в праки так называемые, где команды играют против друг друга и за победу, и за проигрыш ничего не будет. Играем турниры периодически, ну все возможные, которые есть. Много турниров, в которых мы занимаем призовые места, но прогресс есть. Реальным этот прогресс стал благодаря поддержке киберспортивного клуба. Геймерам дали возможность бесплатно тренироваться, развивая необходимые качества, реакцию и логическое мышление. Но несмотря на это, разрыв между любительскими и профессиональными лигами нередко мешает продвижению. Решением проблемы могло бы стать создание смешанного турнира совместно с Минспорта, где начинающие команды боролись бы за выход на более высокий уровень. Мы получим равные условия для игры и дадим возможность именно нашим ребятам организовывать соревнования, ну честные для них, то есть и для всех, то есть равные условия. И тем самым прокачивать свой скилл. В местном министерстве спорта специалиста по компьютерным дисциплинам Алексею найти не удалось. Однако идеей заинтересовались министр цифрового развития края Евгений Зрюмов и депутат Госдумы Александр Прокопьев. У нас около 15 миллионов человек, то есть так или иначе либо стримы смотрят, либо там как-то в этой сфере участвуют. То есть в принципе это социальное явление. И работать над этим, считает депутат, смысл есть, потому что количество турниров на территории края повлияет на уровень развития киберспорта. Опыт подтверждает это. До пандемии при поддержке Александра Прокопьева в регионе трижды проводились турниры Алтай Кап. В первом принимали участие только команды Алтайского края и Республики Алтай. Но сильных команд было мало, кто выйдет в финал было понятно до старта. Получалось, что у сильных команд нет стимула выкладываться и развиваться, а у слабых нет мотивации участвовать. Мы тогда приняли решение расширить географию, и это было правильное решение, потому что с нами начали участвовать в турнире, в том числе команды Сибирского федерального округа. Это сделало более, наверное, интересными и соревнования, и позволило нашим командам бороться с более подготовленными, тем самым наращивая свой уровень игры. Создать нечто похожее, но уже при поддержке Федерации киберспорта необходимо и сегодня, считают игроки. Конечно же, мы видим, что есть потребность у ребят из Алтайского края соревноваться, общаться, делиться опытом, выходить на другие соревновательные площадки, как всей России. Ну а в целом этот рынок, он открыт и по всему миру, для того, чтобы, в принципе, показать свой уровень мастерства. Сейчас, по словам политиков, механизм запущен, инициатива киберспортсменов услышана, контакты Федерации переданы. А значит, скоро может начаться работа над созданием Сибирской киберспортивной лиги. В компьютерном клубе надеются, что анонсировать турнир, участие в котором примет и команда М-52, получится уже через несколько месяцев. Артем Гусельников, Вадим Быстревский. День с толком.